И сейчас еще вопрос прочитала. Бывший предлагает быть друзьями. Ну то есть они расстались, видимо, по его вине. Все, он бывший, и он ей звонит целыми днями и говорит, слушай, ну давай друзьями, друзьями же, ну типа мы же не навсегда расстались. Я нормально уважаю тебя, братан, давай друзьями останемся. Вот так вот бывший названивает. Что делать? А ты, друг, что со мной делать собрался? Не знаю. Ради халявного секса, знаешь, типа, чтобы на всякий случай оставалась какая-то баба там на стороне еще. Не для этого вы оставляете друзьями бывших своих? Я так не делаю. Но у меня и бывших-то особо нет. Я с бывшими вообще не общаюсь. Ну то есть я не понимаю, я не понимаю фразу типа, ой, у нас не получилось быть любовниками, ну там, любимыми друг к другу людьми, давай останемся друзьями. Так не бывает. Не бывает такого, что мне сын сейчас подошел и говорит, слушай, я что-то, мам, не вывожу быть твоим сыном, давай я побуду с нахой. А мы вроде как их лук, типа, лук. Понимаешь, в чем суть? Могут быть дружеские отношения, допустим, вот вы встречались пять лет, да, к примеру. Отношения себя изжили. Ну вы понимаете, что нахер никому не нужен. И вы из уважения друг к другу, из того, какие вы хорошие люди, можете относиться друг к другу хорошо, так скажем. Но лучшими друзьями, типа, знаешь, эй, привет, как сегодня поспала? Да. Я, если у меня женщина, да, и, к примеру, мы с ней просыпаемся, и смска от лучшего друга бывшего парня, эй, привет, как ты поспала? Да. Вот, да, ну вот так. Очень странно. Но я не верю в дружбу после секса. Ну, то есть... Да, может быть, в глубине. По 90 и может быть. Ну, это... Ну, то есть это два человека... Вопрос в глубине, понимаешь? Понимаешь? Очень тесная связь. Друзья, это же очень тесная связь. Ну, то есть это прям, вот, как брат-сестра, я не знаю, как муж и жена, но без секса, понимаешь? Ну, типа, мне это не устраивает. Я не хочу так. Да? Да. Ну, то есть, вот, для чего он ей пишет? Чтобы что? Чтобы, ну, не терять... Такой вопрос. Знаешь, у меня обычно спрашивают. Сергей, вот мама на меня кричит. Как вы думаете, почему? Я не знаю. Я мне просто... Я не знаю. Вот. Ну, я у тебя в эфире скажу, может, не в личном общении, да, ну, то есть не на консультации. Я, друзья, не знаю. Я могу вам помочь справиться с тем, что к вам пишет бывший, и вы не знаете, что делать. Я могу вам помочь принять решение. Я могу вам помочь наладить отношения с мамой. Но что думает ваша мама? И почему бывший к вам возвращается? Я не знаю. Может быть, он, блин, хочет... Не знаю. Может, он у вас фотоаппарат дома забыл. И вот хочет вернуть, а начать общение не знает как. Ну, разные могут быть причины, понимаете?